ну здрасте дорогие гости предисловие что хочу сказать сегодняшняя тема нашего семинара это первая фасадная фабрика мы как бы так расскажем маленькие нюансы какие-то то есть общая как бы так специфика исполнения фасадов и так далее но основная тема сегодняшнего семинара это пластики то есть акриловые пластики феникс сина саны и чели алвики и все остальные наши любимые новинки предисловие скажу что у нас сегодня присутствует гость это директор компании пластик акрил то есть наш московский филиал который вместе занимаемся продажи именно пластиковых фасадов сейчас я расскажу вам про первую фасадную фабрику и вот этот комплект который сейчас лежит на столах это и есть сегодняшний розыгрыш то есть сегодня мы его разыграем по вот этим анкеткам которые вы сейчас заполняете 1 фасадная фабрика это фабрика которую уже более 15 лет на рынке она занимается то есть основная продажа в фабрике это продажа пленочных фасадов как бы есть какие посторонние вещи черну что она делает там и двери и какие-то там межкомнатные перегородки то есть множество всего но основная тема это мебельные фасады пленочные пленку который использует компания это корейские пленки либо немецкий то есть китайских пленок на фабрике нету технология с 2013 года поклейки пленки немножко изменилась я специально взял видео теперь когда фрезерованные фасады проходят через специальную камеру их покрывает специальный двухкомпонентный клей на основе полиуретана теперь пленочный фасад это стойкий продукт какому-то то есть температура стойкости повышена теперь и влагостойкость кожу материала стала более высокой следовательно поливизатор наносит клей по всей пласти фасада и по всем торцам то есть единственная как бы такая менее влагозащищенная часть фасада осталось это вот обратка это белый меламин то есть если фасад в воду положить он все равно разу разбухнет раздует его теперь можно менее по ну то есть раньше всегда было опасание у пленочных фасадов это рядом стоящая плита то есть теперь это если вы плиту открыть ее сразу же закрыть то есть какого эффекта отслоения пленки мы не получим естественно если плиту открыть ходить гулять с противенью по квартире как бы там 15 она будет открыта тоже фасад просто-напросто пленка сгорит что хотелось бы сказать у первой фасадной из фрезеровок есть стандартные премиальные и новая серия который нам всем нравится это более такая современная то есть сейчас серия где 6 новых фасадов вышло они пошли по новой системами нео классики то есть это прямые филенки и неким такой имитация обвяза то есть все фасады они не сборные они прямолинейные но имитация такая интересная и появились новые матовые пленки они тоже немецкого производства происхождения они очень интересны на ощупь если хотите фасад передам посмотрите так же каждый фасад выполнен довольно таки аккуратно на всех торцах всегда будет легкий завал и радиус иначе просто пленка будет потом со временем рваться как бы и мембране пробивается то есть фасады в отличие от других фабрик наверное более так сказать современные фрезеровки используются мы сегодня подарим вам всем каталоге по данной фабрике и там есть и серия стандарт оптима премиум и так далее то есть все коллекции в каталоге есть сноска что есть стандартизированный размерный ряд и есть понятие не стандарта с наценкой для нас понятия с вами не стандарт с наценкой отсутствует то есть у нас каждый фасад может быть нестандартным без условия того что какие-то наценки будут браться пленочный фасад может быть просто как бы покрыт пленкой в какой-то либо фрезеровки также фасад может быть покрыт патины и лаком патины и лаки используется компания renner итальянский то есть очень высококачественный продукт лаки используются акриловые почему делаю акцент на то что лаки акриловые акриловые лаки они не выцветают на солнце то есть знаете такой эффект через три года фасад потускнел пожелтел с данными фасадами этого не будет патина может быть как нанесена на саму фрезеровку так еще есть вариант нанесения на какие-то либо текстурные пленки по всей пласти то есть на всю фрезеровку кладется полная патина вот если смотреть по ценовой критерии дешевле обходятся обычные патинирования если мы используем полную патину естественно тогда вот здесь уже идет удорожание то есть такой фасад дороже где-то процентов на 30 у нас создан новый сайт который называется фасад тире тогда там там есть все фрезеровки то есть сайт там все фрезеровочки там у нас и сборная эмаль появилась новая а также все пластики наши те которые есть новинки они все тоже выложены у нас на сайте то есть для фасадов создан отдельный сайт и сайтом тандемом который блюмовский он совсем разный то есть специально по фасадам новый сайт что еще хотел сказать о данные фасады каждом фасадике с обратной стороны есть штрих-код штрих-код этот сделан не просто так то есть когда мы даем фасады клиентам именно мы говорим уже наших клиентов то есть конечного потребителя мы рекомендуем данный штрих-код не снимать почему обостряю на это внимание то есть без штрих-кода фабрика какую-либо рекламацию потом не принимает объясню почему вот по этому штрих-коду можно сейчас поднять на производстве смену и какая была пленка нанесена то есть какой мдф использовался то есть можно сделать точно такую же копию если этого штрих-кода нету естественно будет взята не то партия пленки может взять не тот мдф и так далее то есть чтобы получить точную копию этого фасада нужно всегда как год ну этот штрих-код использовать следовательно мы клиентам говорим и рекомендуем не снимать данные штрих-коды потому что по данному штрих-коду идет гарантия гарантии на фасады два года срока эксплуатации фасадов порядка десяти лет то есть пленочный я думаю принципе 10 лет это обычный срок службы любой кухни вот как раз таки эффект полный патинок то есть видите по всей пласти фасада нанесена золотая патина что касаемо вообще каких-то фишек мы можем принципе по чертежу выполнить любой фасад единственное как бы условия чертежа то что мы не можем сделать на пленочных фасадах очень сильно острый угол то есть вот я вначале сказал что нужно какое-то скругление иметь но любой пленочный фасад будет с торца со скруглением то есть принципе мы можем делать и какие-то полочки и какие-то фигурные вещи по вашим чертежам это все будет в пленке пленку нанести с двух сторон невозможно только со мной такие вот фрезеровочки интересно вот можно сделать обычный прямой фасад есть какие-то вопросы про первую фасадную фабрику которую вот вы столкнулись но работы с нами вот с данной фабрики кастомоновский только его то есть там все равно партийность какая-то будет но в общей как бы эту кастомоновку вопрос есть по первой фасаде просто это не основная тема на сегодня это новинка они где-то валирует 0 3 0 0 4 микро где-то тогда это синг по моему тогда как она там сзади называется то есть это soft touch пленки новые они на ощупь такие интересные и имеют специальное покрытие то есть данная пленка не наверно можно на нее морковку там не знаю свеклу ну как бы она потом не впитает себя ничего есть специальное средство которое чистят фасадом и сегодня о них расскажем можно использовать ее даже ну и по пленке смотрите если говорить по поводу глянца на фасадах шагрень она все равно какая-то будет то есть идеально ровный глянец на пленке получить нельзя мы его даже стараемся не рекомендовать то есть смотрите но лично мое мнение как бы глянец в пленке все-таки он не будет идеальный он может получиться знаете как вот то есть это как рулетка как легк клей фасад он не грунтуется никогда то есть на наклеевую основу сразу же уже в мембранно-вакуумной прессе кладется пленка от толщины пленки будет зависеть будет ли на нем шагрень от нанесения клея и от самого мдф он тоже партия к партии разные плотности может быть то есть сегодня вы заказываете там допустим оливковый глянец он придет без шагрения через месяц он может быть ну то же самое по той же самой технологии но небольшая шагрень на ней будет на немецких пленках как такова принципе шагрень она минимальная но если мы говорим о глянцевых фасадах я буду рекомендовать просто приобретать акриловые пластики это будет намного более высокий глянец и это будет гораздо менее стираемость то есть вообще пленка в глянце это тот продукт который убьется очень быстро то есть он элементарно царапается я не буду рекомендовать этот продукт как ну для наших клиентов то есть мы его повесим он будет как бы красиво смотреться но элементарно глянцевая пленка поцарапается просто обычной тряпкой нет я даже матовый вот обнатолий белого такое умение царослуча нет а здесь не будет шагрень шагрень вообще на матовых она невозможна просто если мы берем вообще фрезеровку в данных фасадах она такая как бы глубокая вы знаете да вот молодой человек паров это плотности мдф мдф он с лицевой части он достаточно плотный когда его фрезеруешь он уже теряет свою плотность но здесь вот если приглядеться вот это вот смотрите максимально глубокая наверное фрезеровка вы там не получите шагрень до полиуретановый клей он когда застывает он тоже имеет то есть на данный момент существует два вида клея это его и полиуретан то есть обычный его клей используется наверно на всех мембранниках уже гаражного исполнения другого то есть он он не даст вот действительно такую ровность покрытия то есть в любой фрезеровке если приглядеться то можно какие-то точечки там найти но они будут минимальны сравнивая с какими-то другими фабриками ну наверное это самое высокое качество которое только наверное даже есть сейчас на рынке здесь как бы все сложилось вместе хороший клей хороший мдф хорошая плотность пленки не использование каких-то китайских продуктов просто китайскую пленку берешь она прям как бумажка здесь любая пленка она плотно если посмотреть они все имеют достаточно высокую плотность очень много декоров у нас четыре раскладки и принципе не бывало такого что если вы приняли заказ на какую-то пленку ее не было в наличии если пленка отсутствует на фабрике она отсутствует в большом запасе то есть если все равно заказ вы взяли как правило где-то но метров 30 в рулоне остается на складе в любом случае даже если пленка выведена для чего это делается ну три года назад клиент заказал фасад ну что-то с ним случилось нужно сделать такой же не вопрос как бы пленка всегда лежит в остатке на складе то есть если пленка выводится мы делаем рассылочку которую вы получаете но вот на моем опыте уже наверно сколько шесть лет я работаю с ними они только добавляют пленки на него воду то есть если она выведена она все равно есть получаться есть еще какие-то вопросы давайте как ну квадратный метр по цене я думаю начинается где-то 2 800 но это мы берем обычный прямолинейный фасад на обычный гладкий вот такое на 16 толщине любые фрезеровки можно сделать как на шестнадцатом так и на девятнадцатом мдфе кроме коллекции премиум и престиж то есть там где фрезеровка глубокая на 16 уже сделать нереально будьте внимательны если фасад маленький и фрезеровка на нем есть как правило на маленьких фасадах ящичных накладках используется усеченная фрезеровка то есть она будет близко к краю такие фрезеровки при заказе нужно согласовывать с нами сверлить под петли вы все равно будете а если у него усеченный профиль и вы можете попасть на саму фрезеровку то есть если там допустим андресолевые какие-то фасады 285 они могут быть на усеченной фрезеровки и допустим там под газ лифт вы будете сверлить фрезеровка и можете попасть на фасад то есть такие фрезеровки надо обсуждать и оформление с нами будет ли попадать она в чашку петли или нет не рекомендую использовать обычные фасады как понятие бутылочница то есть если мы фасад как ящичная накладка перевернутую закажем на бутылочницу мы обязательно попадем креплением в то место где будет фрезеровка то есть для этого на 1 фасадной фабрики придумана специальная такая критерия как фасад бутылочница еще каждый фасад может быть если это витрина он может быть с четвертью так может быть и без и и теперь если фасад с переплетом мы можем делать четверть четверку этот был вопрос кто задал его не пришел на семинар то есть почему мы раньше не делали то есть понимаете да фасад с переплетом ну то есть эти окошечки почему мы не делали с обратной стороны фрезеровку под стекло потому что вот когда но он хотя бы белый он смотрится ну более-менее однородно если это будет голый мдф по этим окошком он не так красиво смотрится но по просьбе трудящихся так сказать мы все равно сделали эту выемку то есть если вы получаете теперь фасады и боитесь как будто голого мдфа своими силами тогда его надо уже подкрашивать данный комплект сейчас хочу разыграть вы запомнили заполнили эти анкеты все вот кстати тоже новинка бомонд фрезеровка вот кстати вот бомонд вот в этой пленке в силу вот примерная цена фасада где-то получается 3400 вот в таком исполнении то есть такая современная неоклассика и вы знаете если вот чисто мое мнение по поводу крашеных фасадов и пленочных наверное я даже буду больше рекомендовать хорошую пленку чем краску по одной простой причине все мы люди есть сборщики от бога есть не от бога то есть есть транспортные компании которые по дороге ездят наши автомобили то есть как бы не было хороша упаковка наши остальное то есть фасад можно угрохать по дороге то есть это стандартная ситуация если это крашеный фасад то все понимают что это намного дольше это подборы какие-то там не попадания в цвет ну и так далее и так далее здесь штрих-код звонок и фасад можно сделать по ускоренному варианту если это какой-то рекламационный случай так далее то есть это намного быстрее и проще и хорошая пленка она лучше моется она менее подвержена выгоранием каким-то и вот когда появилась эта технология нанесения полиуретанового клея я буду смело утверждать что это очень крутые и надежные фасады то есть первая фасадная фабрика я рекомендую если сравнивать со всеми конкурентами пленочниками которых вы только знаете ни у кого нет технологии нанесения двухкомпонентного клея то есть они единственные коробочку сделаем соберем анкеты разыграем анкеты все заполнили давайте все в коробочку положим сразу три хорошо Потряси хорошо только. Да все кумфливо. Они плоские, они тряси, тряси, тряси. Они плоские. Лучше рукой, да. А ты меня поворачивай, хотя бы немножко. Лучше поднизу достаньте. Берите с середины. Нет. Давайте доверим гостю. Давай я достану. Не подглядывай. О, Сильва. Я же сказала. Зачем все это было? Так, анкетку я оставляю. Комплект фасадов. Комплект фасадов вы можете забрать сегодня, либо потом можете с нашего склада. Чтобы не таскать. Наверное, я закончу. Про первую фасадную. То есть, если будут какие-то вопросы технического характера, нестандарта, вы всегда звоните мне, я всегда подскажу вам. Наверное, продолжим про пластики. Еще раз хочу представить нашего гостя. Его зовут Андрей. Всем здравствуйте еще раз. Я убил. Если вам интересны продукты, как пластики, акриловая пластика, еще и пластики, то есть, про алвик фасады, я готов вам рассказать про наше производство. Находится оно в Республике Беларусь. Мы являемся этим же производством. В Москве у нас компания открыта пластик, акрил. в Республике Беларусь. в Республике Беларусь. свои люди. председатель.